Когда к ним приедут мои люди, выйдут совершенно другой разговор. Люди, у тебя спрос больше, чем 50 тысяч. Вы за ебаные вокруг людей обманываются, блядь. Звоните всем, кому попало. Что думаете, все лохи вокруг, и вы самые умные, или что? Да, я в Питере с тобой готов встретиться. Во сколько? Давай 8 часов на Парке Победы на главном входе. Да они сейчас еще у тебя увидят с камерой и точно убегут. Друзья, всем привет. С вами Никита Варажбитов. И сегодня мы будем продолжать долбить мошенников, которые разводят людей на деньги. Сегодня ко мне обратился знакомый. Все по той же ситуации. Он хотел заказать себе девочку. А в итоге мы позвонили и приставили с Деим Ханом, Хасаном. В итоге он им дал 27 500. И прямо сейчас они вымогают с него еще 100 тысяч рублей. И самое главное, что эти ублюдки находятся в Петербурге. И они не против встретиться. Поэтому я думаю, что этот выпуск сегодня, наконец-таки, будет решающим и финальным. Смотрите видео до самого конца. Что, Никита Варажбитов, там уже пацан подходит. Погнали снимать видос. Бонус, бонус. В общем, друзья, это казино Покер Дом. Это наши надежные ребята. Сейчас, подожди, откатаем бонус. В общем, кто хочет также попробовать поиграть, пощекотать свои нервишки и попробовать с 1000 рублей, предположим, выиграть с пятерку, десятку, а может быть, как максимальный мой рекорд был 25 тысяч, то все ссылки будут в описании, в закрепленном комментарии. Это наши партнеры, это наши друзья. То есть они уверенно дают вам вывести свои деньги. При регистрации вводите мой промокод и получается сверху еще бонус. То есть 150% к своему первому депозиту и 1000 бесплатных фриспинов. Ссылки все будут в описании, в закрепленном комментарии. Переходите, играйте. Но помните, что это не заработок, это всего лишь времяпровождение. Даст, не даст, это одному богу известно. Поэтому всем удачи, не заигрывайте, а мы продолжаем. Смотрите до самого конца. Здорово. Рассказывай, что случилось? Сидел дома, хотел девочку заказать, поразвлекаться. Зашел в интернет, гугли, вбил, короче, там, девочки из ПБ. Зашел на первый сайт. И, короче, блин, позвонил по анкетке, сказали, скинь предоплату 4000. Сколько денег? 4000? Я сказал, да, хорошо, перевел. Даже не задумываясь. Ну, и через минут 10 мне звонят, говорят, типа, вот, я землян хан, короче, у нас анкета слетела, верни там, ну, переведи нам 27500, и далее, типа, мы тебе их вернем. Я такой, типа, говорю, какая-то лажа, ребят. Типа, они мне начали угрозы кидать. Ну, и под каким-то давлением я им перевел эти деньги, ну, с учетом того, что они сказали, ты им трубку не клади, мы тебе сейчас обратно их вернем. То есть ты ожидал, что все-таки они тебе вернут назад, да, их? Ну, блин, было, конечно, маленькое сомнение, что они не вернут, но как-то, не задумываясь, перевел под страхом, вот. Потом они мне спустя какое-то время опять звонят, говорят, типа, все херня, надо еще деньги. Я говорю, ну, я бросаю трубку, и мне потом в смс приходит мой адрес, и опять звонок. Говорят, ну, все, мы к тебе бойцов отправили, типа, жди, сейчас тебе крышка будет, типа, ты сам охренел, нам трубки бросать. Ну, и все, я симку выкинул быстро из телефона, и все, и загасился. Ну, и вспомнил, что ты занимаешься подобными движухами, и тебе написал, соответственно. То есть, получается, ты скинул нам 4000, и потом плюс 27500 еще, да? Да, в общем. И то, там, 32, короче, тысячи условно, да. Знаешь, что меня смущает больше всего? То, что я два видео снял на эту тему. А я их не видел, кстати. Они собирают по полмиллиона просмотров, и каждый день по два, по три человека, такие, как ты, мне пишут. Ну, благо, я тебя знаю, и я с тобой решил встретиться, сразу позвал оператора, потому что я, в принципе, понимаю, что за тема произошла. Я просто знаю уже изнутри, я с ними общался, в принципе, очень много справок довел о них. У тебя номер остался, куда ты звонил? Да, остался. Давай прямо сейчас позвоним. Давай. Давай, сейчас ты будешь звонить, потому что они мой голос знают, но потом, когда они тебе уже будут перезванивать, эти якобы Зеймханы, Хасаны, я буду с ними разговаривать. Звони им и говори адрес, там, условно, Айнинская, 28. Раззывай. Давай. Да? Добрый день, девушка. Хотелось бы вызвать девочку на час. Лена. Ленина, 17. Ленина, 17. Он на час, на ночь? На час. Девушка Лена. На час. А без аванса никак невозможно? Я не знаю, если я не чекал. Ага, хорошо, ну я понял. До свидания. Задний фон слышал? Да. Уже на заднем фоне, уже он на связи. Он грузит куда-то. Сейчас тебе будет звонить, все. Слободон тебе будет звонить, жди. Просто колл-центр с Бирбанка, блядь. Сейчас, вот, здесь задний фон, там уже раздупляет, там очередного клиента. Ну, все, ждем. Ну, сейчас смешно, да? Да. А когда сам попал бабки переводить, так смешно не было, да? Блин, в самом деле нет. Когда со мной, пацанами, под защитой, да, так думаешь, о, сразу улыбочка. Ну, я теперь понимаю, что это мошенники, никто бы ко мне не приехал, просто. Ну, понимаешь, я удивляюсь, что люди видео смотрят по полмиллиона, но обращайтесь, спрашивайте, Никита, скидывайте или нет, они мои ада и знают. Конечно же, нет, пацаны, это все мошенники, это все полная фигня, вам никто никогда в жизни не поедет. Слушай. Алло, да, вы только что вот мне звонили. Да, я представлюсь, у меня Юлия в Север-Сауле. Сохало так вам? Я столько видел Сашу Севера, он в Ютьюбе по видео. По видео видел? Ну, в Ютьюбе видел Саша Севера, такой был в законе, он там рассказывает, как сидеть нужно. Все правильно, он рассказывает за таких, как у меня зовут Юра Север. Насколько ты понимаешь, такой человек, как я, тебя просто так беспокоить не буду. Да, 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 конечно. Конечно, да. Да, ты звонил девочке? Да, девочке звонил, хотел снять, да. Какой диалог был? Никакого диалога не было, сразу вот на вас переключение было. Да, правильно. Это весь диалог? Да, да, да. Да, 50 тысяч мне должен. 50 тысяч? Да, штраф. Говорит, беспокойство. Так, а я просто хотел девочку позвонить, вызвать, а почему сразу штраф? Я же ничего не сделал, чтобы штраф... Слушай меня внимательно, ни в коем случае не перебивай. Давай себе объясним. Смотри, ты позвонил девочке в элитный салон, предоставление этим, что... С этого салона кормится не только моя рука. С этого салона люди уделяют и пацанам на зону, и прокуратуре, насколько ты понимаешь. На сайте было написано, куда ты сегодня обращался, про ваш чат. Мне звонить ведутся химические работы. Тем моментом, когда ты позвонил, созвануешься ошибку. Сейчас оплатить штраф 50 тысяч. Эти деньги тебе возвращаются. Люди не будут с тебя спрашивать, что ты кусал. То есть меня никто обижать, бить не будет? Нет, не волнуйся. А если я не скину 50 тысяч, то что тогда будет? Тогда к тебе приедут мои люди, выйдут совершенно другой разговор. Люди с тебя спрашивают больше, чем 50 тысяч. Я тебе за это отвечаю. Ну, у меня на карте только 15 есть. Переводи 15, я дам тебе время, сколько у тебя есть. Не, слушай, я, наверное, не буду скидывать, не хочу, я боюсь. Почему боишься? Ну, зачем мне папа говорит, что с бандитами нельзя дружить, деньги нельзя скидывать бандитам. А ты не дружишь со мной, мальчик? Слышишь меня? Да. Да, ты не дружишь со мной. Ты ведешь со мной диалог, который тебе не надо было вести в твоей жизни. После моего разговора у тебя жизнь может пойти под искусство. И твой папа просто об этом рассказал. Я тебе еще раз повторюсь. Теперь сейчас надо просто обратить сумму тридцать пять тысяч рублей. То есть у меня уже скидка 15 тысяч, да? Да. А можно еще какую-нибудь скидку получить дополнительную, чтобы меньше денег скинуть? Что нужно до этого сделать? Можно, братан, без в, давайте, тридцатку скидывать. Тридцатку, да? Спасибо, что хоть 20 тысяч скинули. Ну, это все, что я максимум могу для тебя сказать. Больше вообще никак вариантов нет. Нет, это минимально все. По людскому ко мне, по людскому, да, 20 тысяч скинули, спасибо. Да, да, по-нормальному, но по-человечески, мы с тебя строй делать не будем. Хорошо, скиньте, пожалуйста, к ауто, я сейчас вам переведу. Да, сейчас скинь номер. Спасибо. Это Керни Клованы, конечно. Сейчас это был первый разговор, был лайтовый, такой наприкоре, а сейчас второй будет на хардкоре. Ребята, если кто-то из вас тоже хочет им позвонить и пообщаться, то номер их телефона я оставлю в Телеграм-канале, ссылка будет в описании. Алло, да. Алло, да, алло, из Зелимхан. Еще раз, кто это? Алло, это Зелимхан, что не понимает, что ли? Да, 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 приветствую. Ребята, на тебя жалобы поступали, ты можешь в курсе, что и балки в колеса ставишь, там наши дела все портишь, а от нас, между прочим, на общее поступает. И понимаешь, я в какое-то дело, видишь? Да, 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 я понимаю, ребята, но я вам сразу скажу, что я вам нихуя не заплачу ни копейки. Вы заебали вокруг людей обманываются, блядь. Звоните всем, кому попало. Что думаете, все лохи вокруг, и вы самые умные, или что? Я, наверное, не понял, если я тебе сам звоню, что, наверное, стоит прислушаться. Какая милая? Ты думаешь, я тебя буду бояться, и что? Что там язык как-то... Не перепивай, давай. Если я звоню, ты должен сам понимать, с кем ты разговариваешь. Ты борзый такой. С кем я разговариваю? В африке ты, тупоылая. Слушай, давай встретимся с тобой сегодня. Ты в Питере? Да, я в Питере, я с тобой готов встретиться. Во сколько? Давай, 8 часов на Палке Победы на главном входе. Если ты так не понимаешь, что уже встретимся с тобой, нормально поговорим. Давай, давай, давай. 8 часов на Палке Победы, я тебя буду ждать. Че он скинул? Че думаете, поедет? Да. Я думаю, приедет. Мне кажется, нет. Слушай, ну давай, на всякий случай, пацанам наберем, подъедем. Ну, давай. Вон пацаны идут. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово, Никитус. Здорово. Здорово. Короче, малой, малого на бабки развеет. Он решил позвонить Шарухам, все как обычная классика, короче, его развеет на 27500, да? Да. В России еще деньги сверху отдать, позвонили мы, короче, этим хури-плетом. В итоге, что они? В итоге, короче, они начали грызаться, меня скорблять, меня угрожать, в итоге забили стрелу. До 8 часов Палки Победы. Вот мы сегодня здесь, и я надеюсь, что они поедут. Вот. Все, ждем? Да, да, да. Но я не знаю, как мы будем действовать, что мы будем... А здесь, ну, прямо вот тут вот? Что мы будем с ними разговаривать, и разговаривать... Чего смысла никого нету? Я вот просто не знаю, как поступить. Ладно, посмотрим. Залить нахуй перцем, блядь. По ситуации, где ты действовал, короче. Ну, я просто предполагаю, что они где-то уже здесь могут быть, потому что что уже? Перед 17 минут, я думаю, они по-любому заранее приехали. Это нам-то все равно, мы-то за правду, за нами-то ничего нету, нам-то нечего бояться. А они думают, малые, полиция приехала туда-сюда. А, они сейчас будут ходить шмонать, по-любому. Я пойду, давай, погнали, по палку пойдемте, посмотрим по сторонам, что-то чего. Погнали. Пойдем, давай. Да они сейчас еще у тебя увидят с камерой, точно убегут. Я думаю, давай, наверное, камеру, мы сейчас вообще уберем, потому что смысл так с камерой, не хватит парила слишком наводить. Давай, отпущай потом, короче. В общем, 8 часов на часах, делаем контрольный звонок, спрашиваем им, где они, что они, как они. Готовы я не вообще обсудить, что они у нас с нами. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение, то есть... Есть номер проститутки, которой ты сейчас звонил? Позвоните еще по номеру. Сейчас, да. А, так у тебя записано, проститутка? Нет. Сейчас сделаем тут. На. Это точно? Ты его наизустр знаешь, что ли? Да. Точно? Помню, точно. Постоянный клиент. Вызываемый абонент недоступен. Что, они все на меня подключают, что ли? Походу. Может, по анкете снова позвонить? Он сразу по анкете поднял вчера? Или это вот по анкете есть? Это по анкете. Так, в чем прикол тогда, я не понимаю, что они и к нам не приехали, и свой бизнес закрыли на время? После наших звонков, что они почуяли что-то? Хотя, слушай, может, мой голос узнает, да? Мне очень много народу писало, что спасибо, что видос снял, что я помог многим. И писали угрозу тоже. Это же мой общий бизнес, кто-то, блядь, зарабатывает миллионы. И мне сегодня, кстати, один пацан в телеграме писал, что, короче, ему позвонил тот, что писался с Аймханом, тот его послал нахуй. Че-то как-то пацан сказал, что, короче, я Ворожбитого видос смотрел, а он ему говорит, Ворожбитого, типа, уже нагнули, типа, уже опусти, есть уже видео, типа, мы его въебали, наебнули. Ха-ха, нихуя. Я говорю, нифига себе. То есть они, они конкретно прям YouTube смотрят это, увидели это видео прям в YouTube. Поэтому, друзья, еще раз передаю вам всем огромный привет. Мы здесь, 8 часов, Парк Победы, вас нету. Все пуши? Я надеюсь, что благодаря всем вот этим вот видосам как можно больше мужиков не будет попадать в виду. Хотя и так уже было два видоса. Держу, блядь, не хотите по проституткам, блядь, дебилы. И на бабки не будете попадать, нахуй. Вот, я надеюсь, что у нас было два видоса на полмиллиона просмотров. Этот также зайдет на полмиллиона, его посмотрят очень много мужиков. И, наконец-таки, перестанут мне писать, Никита, я позвонил проституткам, с меня вымогают деньги, что мне делать, прикинь? Я снял два видео, показал пацанам, как и что. А они мне один килограмм, вот клянусь, каждый день пишут. Каждый день по два, по три, четыре человека пишут, что делать. И скидывают разные номера телефонов, с которых они звонят. Я, это, давай карту, блядь, прикрепим, пусть он сюда бабки кидает, нахуй. Нахуй они, блядь, им отсылают. Просто так, блядь, тогда наш вот синдикаты кидайте бабок, блядь. Пацанам, блядь, подогревчик нормальный сделаете. Да, пацаны, лучше не тратите деньги, куда попало, а покупайте нашу одежду синдикат. Вот у нас спортивный костюм, синдикат, бомбовое качество. Ссылки будут в описании. Лучше поддержите нас монетой, закажите крутой костюм, крутую одежду, носите с удовольствием. Подключайтесь наше движение, не ходите к проституткам, найдите себе лучше девочку и занимайтесь с ней любовью, чем хотите. Не стоит пользоваться вообще этими вонючими телами, которых использовало уже там тысячи, сотни мужчин. Я вообще не понимаю, как так можно? Прикиньте, какой от них запах, как от них плоняет, какая у них вообще ауэнергетика. Ну, секс с такой, мне кажется, и с ведром. Да не то, что с ведром, после такого, мне кажется, ну, лучше, как говорится, Тамара Кулакова. Да-да-да, лучше передернуть разок, блядь. Чем, да, чем такой яоной заниматься. Чем еще, блядь, за это бабок давать, а потом еще, блядь, на бабки встревать, нахуй. Слушай, я думал, что эту тему, наверное, мы закрываем, потому что вы сами видите, ну, не, ну, такой воздух. Воздух. Ну, конечно же, эти видосы набирают, благодаря вам, друзья, благодаря вашей активности. Пишите ваши комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, потому что я думаю, что только все начинается. Очень много других тем есть. И также хочу обратиться ко всей своей аудитории. Напишите, пожалуйста, комментарии о какой теме, о какой проблеме вы хотели бы, чтобы я снял видосы. О каких схемах мошенничества, о каких мошенниках. То есть много разных разводов, много всего есть. В принципе, я еще не все точно снял. Поэтому, друзья, я, в принципе, готов. Блин, замок сломал, прикиньте. Друзья, в общем, я готов. Жду ваши все комментарии. Пишите, пожалуйста. Поддерживайте нас активностью. Пишите лайки, комментарии, подписывайтесь на канал, потому что чем нас будет больше, чем будет больше поддержки, тем можем больше делать дел. Я думаю, что в будущем мы еще очень много кому поможем. По поводу вопросов о сироте, то точка еще не поставлена. Совсем скоро мы идти в Москву. И у всех, у тех, у кого есть вопросы, что сиротой, которому помог чеченец, все будет на нашем канале совсем скоро. Поэтому пристегните ремни, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши видосы. А с вами что? Был Никита Ворожбитов. Синдикат. Поэтому, друзья, давайте. До связи. Друзья, после того, как вы все вынесли деньги из той стратегии, по которой я вам рассказывал, мой друг записал новую схему по заработку. И пока она работает, и пока ее еще никто не спорил, советую вам всем переходить и вынимать, извиняюсь, бабки. Поторопитесь. На прошлой схеме подписчики очень с ума намного вынесли денег, поэтому, ребята, поторопитесь, пока эта схема реально еще работает. Денег, я думаю, лишних не бывает ни для кого, поэтому скорее крикайте вот сюда, на это видео и зарабатывайте. Но поторопитесь. Кто знает, сколько эта тема еще поработает, поэтому вот жмите вот на это видео и зарабатывайте. Жмите вот сюда. Всем удачи.